Уважаемые друзья, считаем третий съезд РВС открытым. Слово вступительное предоставляется члену Центрального Совета Общественной Организации Защиты Семьи Родительское Всероссийское Сопротивление Кургняну Сергею Ирландовичу. Приветствую собравшихся, приехавших из самых разных концов России. И я обратился за полторы недели до начала съезда с тем, с чем я обращаюсь редко, сказав, что мы объявляем мобилизационную готовность на съезд. Вы откликнулись. Огромное вам спасибо за это. Самый низкий плакон. Большие молодцы. Может быть, сейчас, после этого вступительного слова, а в конце съезда я осмелюсь произнести некий доклад, более развернутый, станет яснее, почему мы так форсированно собрались. Хотя, наверное, для многих из здесь собравшихся это и так ясно. Все видят, что вокруг происходит, и видят, что обстановка достаточно тревожна. Мир на пороге катастрофы. Все ощутили это в момент, когда американцы нанесли ракетный удар в Сирии. Но многие, отерев под солба, стали вскоре говорить, что вроде как пронесло, а значит, все не так страшно. Интересно, верит ли кто-нибудь из говорящих в то, что он говорит публично. Но разве не сказано на высшем уровне, что отношения между США и РФ недопустимым образом деградировали в пост-обамовский период, то есть после Обамы? И разве эти отношения не были ниже Плинтуса еще в поздний обамовский период, то есть при Обаме? Где же они находятся теперь? И главное, куда они движутся? Если сейчас они в нижней точке, так называемый лоу-пойнт, то какова будет та точка, в которой они будут завтра? Они же не поднимаются наверх. И это ли не предкатастрофизм? Если это не предкатастрофизм, то что такое предкатастрофическая ситуация? Обострение американских силовых судорог, угроза усиления экономического давления на Россию, стремительная и неслучайная активизация наших майданутых, при том, что вот-вот будут приняты решения об их форсированном финансировании Соединенными Штатами и другими государствами, беспрецедентная демонизация России средствами массовой информации Запада, новая волна антироссийских действий на нашей периферии. Ждем еще эксцессов дополнительно. Вовлечение в антироссийские действия новых союзников. Еще вчера говорили, что Эрдоган – это чуть ли не наш брат-друг. И что теперь? Допустимо ли, чтобы в этих принципиально новых условиях прозападная часть нашей бюрократии, о которой мы говорим, начиная с первого съезда, я подчеркиваю, прозападная часть нашей бюрократии, она же была названа нами тамукратией, то есть власть тех, чьи жизненные интересы не тут, а там, на Западе, продолжала играть в свою игру по своим правилам. Мы проводим уже третий съезд РВС. На первом съезде, проходившем в колонном зале в 2013 году, устами президента страны было сказано, что ювенальное разрушение семей в России недопустимо. Но ювенальная бюрократия, она же томократия, развернула после этого такую наступательную активность, что к концу 2016 года фактически была оформлена именно та ювенальная, антисистемная, по своей сути, антисемейная структура, о недопустимости которой говорил президент. В самом конце 2016 года президент России Владимир Путин своими действиями не позволил дооформиться этой ювенальной, антисемейной системе. Но, во-первых, кто как ни власть ее оформлял? Откуда она взялась? Как она появилась? Если в 2013 году было сказано, что ей не будет, а к концу 2016 года она расцвела так, что казалось, что ее вообще невозможно остановить, и остановить ее удалось только чрезвычайными решениями главы государства. И, во-вторых, новые антиювенальные действия президента России, откликнувшегося на протест антиювенального большинства, снова торпедируются. И мы все об этом знаем. Так что же это за борьба такая между главой государства и тамократическими слагаемыми той системы, которая должна неукоснительно выполнять его решение? И что нужно сделать для того, чтобы это тамократическое слагаемое в условиях новой, беспрецедентно жесткой антироссийской, антипутинской политики Запада не превратилось в такого троянского коня, по отношению к которому все навальные окажутся лишь слабым охвостьем настоящей пятой колонны? Ответ достаточно очевиден. Нужны новые мировоззренческие рельсы, новые мировоззренческие вехи и существенно новая система не сама по себе, а именно как следствие смены мировоззренческих вехов. Заверяю собравшихся, что если бы не острота момента, не необходимость быстро оформлять эту смену мировоззренческих вехов, съезд был бы проведен не в этот день особый для православных людей, входящих в нашу организацию и для наших православных гостей. Но мы переживаем ситуацию, в которой впрямь промедление смерти подобно. На сегодня существует лишь три сценария развития внешней и внутриполитической ситуации, причем два из них неприемлемы. Первый из неприемлемых сценариев – полноценная горячая война между США и РФ, двумя самыми крупными ядерными державами. В момент нанесения ракетного удара было ясно, что мы находимся на последней грани, что нас отделяет тончайшая полоса от такого разворота событий. Второй столь же неприемлемый сценарий – это капитуляция России под нарастающим давлением Запада. Третьим и единственно приемлемым сценарием в принципиально новой обстановке, сложившейся буквально за последние недели, является, внимание, ускоренное, решительное и корректное – оформление нового типа отношений между Российской Федерацией и Западом. Да, такие отношения вполне правомощны миновать новой холодной войной или холодной войной 2.0. Но вместо того, чтобы видеть в подобном новом мировоззрении проявление крайнего милитаризма, давайте разберемся по существу. «Все постсоветские годы власть говорила, что мировоззренческого противостояния между нами и Западом нет вообще, что мы такие же, как они, а разговоры неких антизападников о том, что мы другие – отрыжка коммунистического безумия. Запад этому, во-первых, никогда не верил. Знаю точно, о чем говорю. Никогда не верил. Пусть Иван 20 раз говорит, что он такой же, как мы. Мы не верим. И, во-вторых, он относился к подобным утверждениям нашей власти как к признанию фундаментальной капитуляции России. Ну уж если вы говорите, что это так, то ползком и туда, куда мы говорим. Когда же, наконец, Запад понял, что мы отказываемся от безоговорочной капитуляции, а он до конца это понял только после присоединения Крыма, он буквально сошел с ума по двум причинам. И потому, что воспринял нашу капитуляцию как свой стратегический приз, который у него теперь захотели отнять. А это самый драгоценный приз, который только может быть. И потому, что перестал понимать, чем, собственно, занимаются эти странные русские, которые хотят войти в наш западный дом на каких-то своих условиях. Именно такое отношение Запада к нашему курсу привело к невиданной деградации отношений и с Соединенными Штатами, и с их европейскими сателлитами. Так не пора ли хотя бы теперь признать, что мы не являемся частью западного мира с его ювенальной истицией, гендерными затеями и прочими вакрунтасами в античеловеческом ключе? Не пора ли строить новый стратегический курс на основе признания того, что и коммунизм, и Третий Рим – это всего лишь частные проявления нашего историасовского и метафизического фундаментального своеобразия, которое абсолютно не противоречит своеобразию других слагаемых мировой системы? Да, такой новый курс при сегодняшней демонизации России, наверное, породит то острое мировоззренческое противостояние, которое принято называть холодной войной. Но, во-первых, лучше холодная война, чем горячая. И парадоксальным образом именно холодная война сдерживает горячую. И, во-вторых, очень многие участники мирового процесса воспримут подобный возврат нас к самим же себе очень позитивно. Да и на Западе не все в восторге от того, до чего докатился этот Запад на настоящий момент. И очень многие с большой опаской относятся к тому, с чем этот Запад непременно начнет сталкиваться завтра, что произойдет завтра при сохранении тех западных тенденций, которые идут сейчас. Сегодня гендер-ювеналка, завтра что? Завтра какая степень реального расчеловечивания в пределах этой мутации? Так неужели сейчас на пороге катастрофы не будет осознана спасительность, а не губительность той холодной войны 2.0, который многие называют конфликтом равноправных миров, обладающих разными ценностями? Мы же говорим всего лишь о равноправии, а не о своей гегемонии, как говорят некоторые. Что ж, давайте скажем сами себе, что была не была, что глаза боятся, а руки делают. Давайте хотя бы мы, собравшиеся в этом зале и те, кто прислал вас на съезд, станем первой точкой активного формирования подобной гражданской, а не кремлевской. Перезагрузки наоборот. Перезагрузки с обратным знаком. А то у нас все говорили о перезагрузке по взближению и нажимали разные кнопочки, а докатились мы до грани ядерной войны. Так нужна перезагрузка наоборот. Пусть наш съезд и станет съездом такой гражданской перезагрузки с обратным знаком, которую можно назвать идеологией холодной двойной, и пусть он станет съездом размежевания с теми, кто пока что не готов переходить на стратегическую платформу подобной антиперезагрузки. Кто все еще стремится любой ценой войти в их дом, то есть туда, куда и не нужно, а тем не невозможно войти. Нас просят, а если не готовы и сегодня, будут готовы завтра, отвечаем, тогда мы и соединимся на основе этой готовности. Мы будем тактичны, терпеливы и предельно внятны одновременно. Кстати, если бы наши противники внутри страны и за рубежом сохраняли хотя бы крупицы объективности и адекватности, то крики о нашей прокремлевскости застряли бы у них в глотках после того, как мы назначили съезд на страстную или, как еще называют, Великую Субботу. Потому что все прокремлевские движения очевидным образом выбирают для своих съездов дни, удобные с точки зрения посещения их мероприятий теми или иными высокими и высочайшими представителями власти. Не снимая с повестки дня ключевую для нас установку первого съезда, согласно которой мы всегда и на всех фронтах будем сражаться с томократией и ее оранжевым двойником. Заявляю на третьем съезде, что мы проявляем неуклонную волю к диалогу с патриотическими силами вне зависимости от того, укоренены они во власти или находятся в оппозиции. При условии, что эти силы признают неотвратимость и спасительность перехода России на принципиально новый мировоззренческий курс, который только что тут был назван «Холодной войной 2.0». И что именно такое признание является сейчас новой, совершенно необходимой линией размежевания. Кто-то, услышав о размежевании, вызовет, что нас опять зовут в ленинизм, чтобы объединиться, надо размежеваться. Но, во-первых, помнит ли этот кто-то, что именно действительно было сказано Лениным, напоминаю, что сказанное им было безупречно с методологической точки зрения, что конкретно было сказано следующее. Прежде чем объединиться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно определенно размежеваться. Иначе наше объединение было бы фикцией, прикрывающей существенный разброд и мешающей его радикальному устранению. Тут хоть одно слово можно назвать методологически неверным. Далее Ленин говорит об альтернативе такому размежеванию, говорит о неминуемом в случае его отсутствия превращении политической организации, очень яркий образ, в простой склад разнообразных воззрений. Склад разнообразных воззрений. Опять-таки безупречный образ, не правда ли? Ведь и впрямь такое складирование разнообразных воззрений, которое мы наблюдаем очень много где, в пределах одной организации, пригодна лишь для болтовней и совершенно непригодна для идеологического противостояния, которое теперь носит неотменяемый по сути характер. И во-вторых, никакой прямой параллели между тем, что Ленин сказал тогда и мы говорим сейчас, просто не может быть. Потому что Ленин тогда, исходя из требований той эпохи, наставил на размежевании с теми, кто по его мнению извращал Маркса. А мы сейчас, исходя из совершенно других требований, совершенно другой эпохи, говорим о размежевании силами совсем иными, прозападными, околозападными и эклектично-полузападными. Что же касается самой идеи размежевания в момент идеологических противостояний, то она использовалась всегда и всеми на протяжении тысячелетий, начиная с античного мира. Каждый раз использовалась тогда, когда ребром стоял вопрос о серьезном мировоззренческом противостоянии, хоть Греции и Персии, хоть любом другом. И когда вопрос стоял, быть нам или не быть, мы убеждены, что сейчас вопрос встал именно таким образом. Дабы подтвердить нашу верность декларируемому взаимодействию с самыми разными силами, готовыми к смене век, и наше уложение к православному сообществу, готовому реально с нами взаимодействовать на исповедуемых общих стратегических позициях. Я ознакомлю аудиторию вначале с приветствием, которое прислал нашему съезду управляющий Красноярской епархией Русской Православной Церкви митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда православный мир, а Пасха, накануне Страстная Седмица, они призывают нас практически вступить внутренними своими силами нравственности души своей и сердца в ту эпоху, которая неразрывно связана с нашей эпоху страданий Христа, его подвига за чистоту человеческой жизни, за победу всех жизненных сил. И, конечно, об этом невозможно думать, говорить о нравственности, чистоте без будущего. А будущее – это поколения рожденные и еще нерожденные, родные, рождающиеся. И во все времена детства, ребенок были рубиконом в отделении добра и зла. И зло самое беспощадное уничтожало этот рубикон. А добро всегда возлагало надежды, и они оправдывались в поколениях торжества доброты, истины и правды. На сегодняшний день мы живем в такое время, когда стираются очень быстро, в мгновение ока, тысячелетиями сложившиеся границы между моралью, антиморалью, нравственностью и антинравственностью. И самое страшное, что, по слову апостола, люди с сожженной совестью убрекают непорочные души. А Господь сказал ведь, что кто обманет малых сих, лучше бы не родиться, а мельничный жернов на шею ему, и утопиться бы в пучинах морских. Так категорично и так образно Господь высказался, оценивая святость детства, детской души, а значит святость вообще всего человечества и человека на земле. И на сегодняшний день вы собрались, чтобы дать оценку всему тому, что грозит стиранию этих граней и уничтожению непорочностей детства. Да укрепит вас Господь, даст вам всем мудрость, единство мнений, душ, желаний и мужества стоять на рубеже между добром и злом тем, чем вы можете и теми, кто взял на себя такую ответственность и мужество. Божьей вам помощи и пусть грядущее воскресенье вдохновляет все наше общество на борьбу за детство, за мир, за солнце. Помогай вам Господь! Я бы попросила выйти Елену Борисовну Мизулину, члена Совета Федерации, человека, который очень много делает и сделал уже для для исправления тех безобразных дел, которые были наворочены в предыдущие годы. Елена Борисовна, вам слово. Уважаемая Мария Ирачевна, уважаемый Сергей Ирвандович, уважаемые участники сегодняшнего съезда, я благодарю за возможность быть сегодня здесь с вами. И я искренне, от всей души и сердечно благодарю вас за поддержку, потому что все, что нам удалось сделать в последнее время и все, что нам еще предстоит сделать, мы сделали только вместе. Мы вместе остановили закон о шлепках, мы вместе остановили закон о контингенте, мы подняли антиювенальные знамена. И сегодня не просто идет обсуждение того, что произошло в сфере семейных отношений с созданием механизма ювенальной юстиции, но сегодня есть поручение президента относительно того, чтобы правительство подготовило отчет, кого и как они изымают из семей, что происходит с этими детьми и на каком основании происходят эти изъятия. Однако правильно здесь звучит тревога, озабоченность, потому что на самом деле, готовя альтернативно документы и доклад относительно того, есть же в России ювенальная юстиция или нет, мы с сожалению должны признать, да, механизм ювенальной юстиции создан. Правда, он так не называется. Он рядится под другие знамена, профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия, профилактика детской безнадзорности, но волк в овечьей шкуре все равно остается волком, потому что суть ювенальной юстиции – это изъятие ребенка из кровной семьи и помещение в замещающие суррогатные институты, которые могут и всегда стремятся, если их не остановить, паразитировать на человеческих бедах, семейных бедах и проблемах. Но мало того, перед нами много новых вызовов в этой сфере. Во-первых, вчера вот состоялась специальная комиссия в Государственной Думе, первое заседание по отклоненному закону о контингенте. До 14 мая мы должны сформулировать предложение, и нам дана такая возможность. Я заявила, что мы будем обсуждать и будем формулировать свои предложения на новую редакцию этого закона, подготовленную в Министерстве образования. Я полагаю, что мы должны организовать очень серьезное, содержательное обсуждение по каждому положению нового закона. Да, там с рядом моментом согласились, но очень много вопросов к нему, и наши обсуждения, наши предложения должны быть очень убедительными, если мы будем настаивать на полной отмене и непринятии этого закона. Так, чтобы это было очевидно родителям, потому что часть из них, к сожалению, ввели в заблуждение, и они полагают, что есть и польза от этого закона. Еще один очень серьезный вызов – это психологизация школ. Мы выступили все вместе против этой процедуры. Это опять деньги, бюджетные деньги. Психолог в каждой школе. Что такое психолог? Это специалист, владеющий психологическими методами воздействия, в том числе и манипулятивными. То есть это фактически способность обрабатывать человеческие души, а детские. Разве их нельзя обработать, да еще как, особенно умеющим людям. И что будет происходить дальше? Разве это не вписывается в ювенальную идеологию? А бэби-боксы? Новая инициатива в Государственной Думе. Пусть регионы решают, устанавливать бэби-боксы или нет. Удивительный цилизм тех, кто это продвигает. Наших губернаторов хотят превратить в злодеев. На Руси вообще-то это всегда называлось злодеей душегуб. А как еще назвать тех губернаторов, которые согласятся на то, чтобы вместо выполнения своих обязанностей, оказания помощи семьям при рождении, воспитании детей, будут фактически губить душу матери, ставя ее перед нравственным выбором отказаться от ребенка или его воспитывать. И душу ребенка. Потому что бэби-бокс это современный способ формирования анонимного рынка детей. Давайте вещи называть своими именами. И это прежде всего сути природы бэби-боксов. Нас толкают к безнравственному выбору. Действительно к тому, чтобы вся Россия продала душу дьяволу. Почему нам удалось за вот эти небольшой период времени остановить вопиющие законы? Почему президент услышал наш голос? Мы фактически пробились сквозь толщу бюрократического безразличия или просто проювенального мышления. Потому что, во-первых, президент, конечно, наш единомышленник. Безусловно. И мы сегодня это знаем. Но мы не можем каждый раз обращаться к нему по каждому поводу. А мы видим, что наступление со всех сторон. И это очень здорово, что благодаря совместным усилиям родительские организации, активисты, сегодня выявляют все опасности, которые нам сегодня навязывают. Во-первых, потому что мы не ждем. Мы действуем. И это правильно. Во-вторых, мы действуем совместно. Как уже говорил Сергей Ирвандович, сегодня объединились родительские организации патриотической, религиозной направленности, организации правозащитные, которые защищают семьи и родителей. И мы действуем совместно. В-третьих, с нами президент. Нам удалось, как я сказала, пробиться сквозь толщу чиновников. Удалось потому, что нас много. Нас много больше, чем тех, кто против семьи, против родителей, наши традиционные везде, включая пост президента. Мы искренне, это четвертая наша сила. Мы идейно убеждены, что в нас нуждается Родина, наша Россия. В-пятых, мы делаем то, что должно. И мы верим, что мы делаем это правильно. В-шестых, мы едины. Но ведь в основе нашего единства карьера, лесть, стяжательства, попытка устроить свою судьбу – нет. Вот наша сила и нашего единства как раз и состоит в том, что мы все опираемся на наши традиционные нравственные ценности. Такие, как вера в силу семьи, любовь к Родине, искренность помыслов, бескорыстие, умение сострадать. РВС доказывает это каждый день. Я восхищаюсь вами. Мы не отдадим Россию на растерзание ювеналам. Для них она – эта страна, а для нас она – наша, единственная. И другой у нас нет. Это ювенальщики и ювенальное мышление выстраивается именно так и всю жизнь, и пытается так выстроить нашу Россию. Можно заменить кровную семью. Это в их логике. Можно заменить и Родину. Мы нашу Родину не заменим ничем. Мы ее сохраним сильной, восстановим такой, как она была на протяжении многих веков. Сильной, самостоятельной, самодостаточной, многоконфессиональной, многонациональной, сильной, красивой, нравственной. И такой передадим ее нашим потомкам. Спасибо. Я желаю удачи в съезде. Еще раз благодарю. Слово предоставляется вице-спикеру Государственной Думы Петру Олеговичу Толстому. Уважаемые дамы и господа, уважаемый Президиум, я хочу поделиться несколькими мыслями и очень рад, что сегодняшняя аудитория состоит из людей неравнодушных и действительно положивших на алтарь служение своей стране и своей силы и свое время. И, конечно, очень приятно, что здесь, в этом зале, находятся действительно представители большинства регионов нашей огромной страны. Потому что тот разговор, который сегодня здесь ведут участники этого съезда, жизненно важен для нашей страны. Я лично в этом уверен и согласен с Сергеем Ирвановичем, когда он говорит о том, что промедление смерти подобно. Мы отстаиваем не просто права своих детей, мы отстаиваем не просто традиционные ценности. Вот только что Елена Борисовна говорила о том, что нам стараются подменить семью. Нам стараются подменить семью, нам стараются подменить ценности и нам стараются в конечном итоге подменить страну. Вот в чем проблема. И вот с чем предстоит иметь дело для того, чтобы перейти на рельсы нового мировоззрения. Будет ли это холодная война или не холодная война, я не знаю. Я, кстати, поздравляю всех с Великой Субботой. Действительно, это особый для православных день. И в этот день, может быть, какие-то решения, которые будут сегодня здесь приняты накануне самого большого и самого важного для нас праздника, они действительно будут прорывом через смерть к жизни. Потому что сегодня, к сожалению, ситуация очень тяжелая. Она тяжела тем, что мы как страна, как общество не можем до конца сориентироваться. Мы не можем предложить нашим детям, будущим поколениям, модель будущего. И вот это очень существенная проблема. И это вызывает недоверие, недоверие к власти, это вызывает раздражение, раздражение людей тем, что они терпят экономические трудности, переживая сегодня экономический кризис вместе со всей страной, ради чего им не объясняют. Какое общество строится сегодня в России? На этот вопрос до конца никто ответить не может. И вот именно поэтому сегодняшний съезд, ваша работа так важны. Мы должны вместе найти ответы на эти вопросы. Потому что, когда сегодняшних чиновников от образования, 20 лет проводивших псевдореформу образования и понизивших качество русского традиционного образования, практически разрушивших ее, когда их спрашивают о том, а какими должны быть дети, заканчивающие школу? Это люди, которые будут строить великую Россию. Они знаете, что отвечают? Они говорят, современными. Это что за ответ? Это что означает, что они должны уметь пользоваться гаджетами? А на основании чего они должны делать свой нравственный выбор? На основании каких ценностей? На основании каких представлений о добре и зле? Да, для них готовят вот эти как раз бибибоксы. Это образ, который на самом деле вбирает в себя часть нынешних проблем России. И в образовании, и в экономике, и в нашей повседневной жизни. Мы все оказались перед лицом того, что вот это вот наступление чужих и чуждых нашей истории ценностей, оно обезличено и неотвратимо. Мы видим перед собой стройные ряды наших замечательных бюрократов, которые все вышли из одной либеральной школы и которые, как мантры, повторяют одни и те же заклинания, приведшие уже нашу страну к сегодняшнему состоянию. Невозможно для великой страны жить чужими ценностями. Мы не папуасы, чтобы нам в обмен на нефть и газ сгружали стеклянные бусы под названием «западные ценности». Сюда входит и ювенальная юстиция, и отношения родителей, как родитель один, родитель два, мама-мама, папа-папа. Все то, о чем сегодня, я уверен, будет говориться в том числе и в этой большой аудитории. Конечно, хотелось бы еще сказать, что наши социальные службы, наши социальные органы, они все-таки созданы для того, чтобы нести благородную миссию. И действительно сотни тысяч людей сегодня помогают неимущим, одиноким старикам, и за это им огромное спасибо. Но они не должны забывать о том, что есть определенная граница их полномочий, их вмешательство в дела семьи недопустимо. И мы будем делать все, чтобы максимально регламентировать эту ситуацию, чтобы не было того самого отбора детей, о котором говорилось здесь, с этой трибуны. Для этого нужно принимать новые законы. И я вам хочу сказать, от лица моих коллег в Государственной Думе, мы все тоже родители, у нас тоже есть дети, и мы так же, как и вы, заинтересованы в том, чтобы у России было свое, собственное, суверенное и великое будущее. И мы будем вместе работать над этим. Спасибо. Приглашаю Ирину Яковлевну Медведеву, всем вам хорошо, известного человека, человека огромной души, ведущего огромную миссионерскую работу в течение многих лет, впервые заговоривши о ювенальной юстиции еще в 90-е годы, когда о ней никто здесь не слыхивал. Многоуважаемый президиум, дорогие делегаты съезда, дорогие ребята, здравствуйте. Я как раз принадлежу к тем, кому довольно сложно сегодня было решиться прийти сюда, но я успела на литургию Великой Субботы. А когда я размышляла о том, прийти или не прийти, я, во-первых, подумала, что если бы была по громкоговорителю голосом Левитана объявлена война, я бы пошла на призывной пункт Великую Субботу, конечно, но вот примерно сейчас такая ситуация. Но еще я вспомнила, когда решала этот вопрос, слова великого русского святого XIX века, святителя Филарета Московского. Его называли русским златоустом, и он действительно излагал, изрекал, вернее, такие афоризмы, которые могут сравниться с афоризмами великого Иоанна Златоуста. И вот что он сказал. Он сказал, кто не заботится о своем земном отечестве, неблагонадежен для отечества небесного. И вот как-то, когда я это вспомнила, когда я вспомнила это, то я окончательно решила, что надо прийти, но не говоря уж о том, что Мария Радчевина и Сергей Ирванович мои друзья давние, поэтому я просто еще и не могу им отказать. Вы, наверное, все понимаете, сидящие здесь, что предстоит и уже ведется нашими, какими не есть, но все-таки силами война с фашизмом. Хочу вам сказать, что сегодняшняя форма фашизма, несмотря на то, что пока нет газовых камер и других явных зверств, она в чем-то страшнее и серьезнее, я бы сказала, потому что был расовый фашизм, но мультузианство это социальный фашизм. Вот сегодня фашизм борется с человеком вообще. То, что ювенальная юстиция отнимает у бедных, я вас уверяю, что это промежуточный этап вот этого античеловеческого фашизма, в буквальном уже смысле слова мы привыкли называть фашизм античеловеческим. И это так. Но он в буквальном смысле слова уже против человека. Идет бешеное, в буквальном смысле слова, строительство антижизни. И вот сегодня говорилось уже о традиционных наших ценностях. Это все так. Но я хочу сказать, что вот этот фашизм сегодняшний, он попирает общечеловеческие ценности. Вот подумайте, что такое кровная связь, что такое связь родителей и детей, которую разрывает насильную ювенальная юстиция. Это самые сильные связи в мире. В них даже есть что-то мистическое в этих связях, потому что когда люди уходят от своих родителей, иногда уходят, хлопнув дверью, они все равно в глубине души чувствуют, что эта связь нерасторжима. Даже когда им очень хочется ее расторгнуть, она нерасторжима. И вот именно эту нерасторжимую связь хотят разорвать искусственно. И поскольку идет война с человеком, с образом Божиим в человеке, мне кажется, что самое главное в борьбе с этим. Надо усилить в себе человеческие свойства. Человеческое. И еще хочу вам сказать, что на литургии Великой Субботы, примерно в середине этой литургии, происходит так называемое переодевание храма. Храм весь погружен в черное. И все платы в храме, и ризы священнические, и ризы сослужащих ему черные. А потом, когда мы узнаем на этой литургии, что мироносицы, еле-еле дотерпев до конца субботы, потому что суббота это день покоя, пришли ко гробу, чтобы помазать тело умершего Господа миром. Это такой состав из множества трав сваренной. Они узнали от ангела, который сидел на гробе, что Господь воскрес, и увидели погребальные пелены, и больше ничего. И поэтому Великая Суббота, она завершается радостью. Пока только избранные, только маленькое-маленькое число его друзей, его близких, верных, они знают о том, что Господь воскрес. Но поскольку я только что пришла, вот только-только с литургией Великой Субботы, я считаю, что и в зале собрались верные, правда, во всяком случае верные своему Отечеству, своему долгу и правде, я хочу вам сказать то, что сегодня будет возглашено ночью громко по всему миру. Христос воскрес, я пока тихо вам скажу, но скажу. И еще я сейчас вспомнила другие слова Филарета Московского, тоже чудные и относящиеся к нашей теме и грядущей Пасхе. Он сказал так, пусть клевещут на истину, пусть поругают любовь, пусть убивают жизнь, истина оправдается, любовь победит, жизнь воскреснет. Только не угощайте своих усилий, ребята. Спасибо. Елена Юрьевна Жгутова, руководитель правозащитного центра информационного агентства «Иван-Чай», наш большой соратник, союзник по антивинальной борьбе, человек истово совершенно, борющийся за восстановление нормы по отношению к семье и в целом жизни у нас. Добрый день, дорогие друзья. Дорогие Сергей Иванович, Мария Рачина, весь президиум, и вы, мои друзья в зале. В общем-то, ближайшим, так сказать, моей заслугой был задан вопрос президенту. Все об этом знают на пресс-конференции. И когда я, можно сказать, в таком же полуоборочном состоянии задавала этот вопрос, я говорила о том, что, товарищ президент, у меня за спиной стоят родители. Они собрали 213 тысяч подписей, и они хотят встречи с вами. У меня еще много было чего сказать внутри, о том, что страна наша в ручном управлении, и то, что все равно президент не решает все вопросы в этой стране, но единственная действительно надежда наша. И я, конечно, имела в виду прежде всего вас, этот зал. Но я хочу, чтобы и у нас с вами за спиной стояла вся наша страна. А вот за теми нашими партнерами стояла маленькая кучка предателей. И тогда будет город-сад. И я хочу сказать, что безусловно, это хорошо, что мы достучались до президента. Мы, я имею в виду, знаете, как в нашей русской народной сказке. Дед бил-бил, бабка била-била, внучка там что-то делала, потом мышка пробежала, хвостик махнула. Это я на пресс-конференции, и яйцо упало. На этом сказка заканчивается. А у нас-то все только началось. То есть это яйцо разбито, что-то совсем этим надо делать, там продолжения нет. Так я хочу сказать, что президент делал хорошее. Но есть кое-кто и повыше. То есть и мы должны опираться на... Сегодня президент один, завтра другой. Слава Богу, что есть этот. Но мы должны опираться на нечто более высокое, на на более высокие смыслы, на более высокие цели, на Господа Бога для тех доверующих, я говорю. И тогда, когда Господь с нами, когда есть что-то более высокое и объединяющее людей, а оно есть, потому что душа каждого человека христиан, и в каждом человеке есть образ Божий. Вот тогда, когда мы будем опираться на это более высшее, тогда мы победим обязательно. Спасибо.